Юлия нам расскажет, как она как я пришла да, 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 на самом деле я тоже вынужденный онлайнчик получилась, и платформа появилась вынуждена, да то есть я переехала из Москвы где я преподавала долго по Мещеряковой и мне пришлось переехать в другую страну и, естественно, потерять всех моих учеников мне так не хотелось мне повезло, что мой муж айтишник, и он сказал давай мы с тобой попробуем я вот умею так делать, что все, что ты будешь показывать, будут видеть твои ученики я говорю, как, неужели такое возможно вот, и кроме того ты можешь там, они будут тебе кликать ты будешь видеть, что они кликают я говорю, ну неужели, и в общем с этого началось, вот с таких простых упражнений, вот сейчас вы увидите во что это все вылилось да, поэтому я тоже в принципе не собиралась работать онлайн, но вот жизнь так заставила, и вот таким образом появилась наша платформа и как видно, она прям вот пригодилась именно сейчас в такой сложной ситуации и всем она вам пригодилась и не только тем, да кто хотел онлайн, но и кто не хотел вынуждены теперь пользоваться ну, может быть, даже не так уж они огорчены потому что, нет, мы теперь понимаем насколько важна эта платформа и как можно ее даже в оффлайн в жизни внедрить да, да, в оффлайн тоже есть упражнение которое будет удобно использовать так что, когда выйдете из карантина может быть, что-то вам пригодится даже на классе у вас так что, дорогие коллеги, мы сегодня слушаем Юлию Ященко, мы слушаем ее рассказ о ее платформе да, как мы работаем с кламзиком на платформе Пики Мони поэтому вопросы задавайте я буду озвучивать Юлию хорошо Юлия, приступайте да, начинаем ой, сейчас, секундочку я вас сделаю с организатором потому что не успела так все готово, да? так, я делюсь сейчас экраном делюсь экраном это он ага значит, сейчас ой секунду ты поделились сообщениями в контакте да, я поделилась сообщениями сейчас, секунду я теперь не знаю, как это переставить а нет, просто отмените демонстрацию экрана а, окей сейчас переставлю тогда вы хотели на Пики Мони вы могли просто на вкладку переключить с Пики Мони она у меня была перекрыта верхней панелью поэтому я не смогла сейчас окей, все, я начинаю в общем, я знаю, что в вашем курсе в летнем у Натальи участвуют уже те, кто использует платформу но есть и те, кто не знакомы с ней поэтому я начну с того как зарегистрироваться тем, кто еще не знает о Пики Мони если вы захотите попробовать то вы сможете зарегистрироваться вот через вот эту вкладку да, зарегистрироваться и если вы не работаете по Мещеряковой и у вас нет базового сертификата базового номера свидетельства то вы можете зарегистрироваться как Кламзиман так сказать да то есть вы выбираете вписываете своими фамилии отчества и вот здесь нажимаете на галочку говоря о том что вы будете работать только по Кламзи и дальше продолжить и продолжить свою регистрацию но я сейчас это секунду обновлюсь покажу что произойдет когда вы уже ой-ой-ой секундочку когда вы уже будете зарегистрированы да то есть когда вы зарегистрировались вы уже естественно будете заходить по своему логину и паролю вы будете нажимать войти вам нужно будет нажать войти и перед вами сейчас откроется наша платформа вот я захожу под своим именем показываю вам мою страницу что она из себя представляет слева вы видите все ваши курсы если вы работаете по Мещеряковой то есть там еще они будут если нет то у вас будет вот один ваш курс Кламзи и Квейси ниже у вас будет вкладка раздел Квик Линкс который вам пригодится для того чтобы начать работу на платформе в принципе у нас есть видеокурс по началу работы вот здесь он находится здесь видео вы просто кликаете и можете даже после того как пройдет наша сегодняшняя встреча что-то вспомнить какие-то моменты посмотреть какая страница ученика там начало урока и так далее я вам скажу честно эти видео я создавала платформа постоянно меняется эти видео немного устарели в каком плане что платформа интерфейс платформы меняется постоянно мы постоянно ее улучшаем постоянно хотим чтобы было удобней но в принципе главное как бы смысл там остается так что если что можете туда подглядывать если что дальше я вам показываю что у нас тут есть у нас есть здесь мои планы уроков это на тот случай если вы захотите работать не по книге для учителя а сами составлять свой план урока я тоже расскажу как это делать здесь у вас есть классная комната справа вверху у вас есть классная комната для того чтобы начать урок тоже расскажу как это делать но в самом-самом-самом первом момент что вам нужно сделать естественно вам нужно зарегистрировать своих учеников то есть учеников регистрируйте вы они лишь должны знать логин и пароль для входа и будут они это использовать при входе на платформу как мы с вами заходили В IT, именно в IT не зарегистрироваться, потому что очень многие делают ошибку, и дети зарегистрируются как учителя, из-за этого они не могут видеть платформу, поэтому это очень важно. Они должны нажать «Войти» и ввести то, что вы им пришлете, тот логин и пароль. Как вы регистрируете учеников? Когда вы нажмете на свою фамилию, вы увидите несколько разделов. Вам нужно будет зайти в «My Students» и здесь через плюсик зарегистрировать вашего нового ученика, выбрать имя, написать имя, фамилию, выбрать курс, по которому они будут заниматься, и как раз придумать пароль и логин для входа. Кроме того, в связи с тем, что у нас переход произошел группами, мы сделали такую возможность формировать группы. Перед каждым уроком вам иногда будет, у кого большие группы, вам нужно будет в классной комнате выбирать всех участников урока. Если у вас очень много учеников, это очень долго, поэтому мы придумали вот такую вещь, как то, что вы формируете группы до урока. То есть у нас появилась эта вкладка «My Groups», что вы делаете? Вы нажимаете на плюсик и формируете группу. Например, вот у нас в этой группе, там будет называться группа «Clancy», к примеру. Допустим, вот я выбираю, вот у нас Вероника, Ваня, Люся. Например, вот эта наша группа. Я говорю «Save», и вот эта наша группа появилась вот здесь у меня в моем разделе. Потом это вам пригодится, когда вы будете начинать урок. Давайте посмотрим, что происходит в начале урока. Когда ваши ученики заходят на платформу, они видят следующее. Сейчас я вам покажу, что они видят. Я открыла в соседнем браузере, я работаю на Google Chrome, это очень важно. Работаем мы все на Google Chrome, но для того, чтобы вам продемонстрировать страницу ученика, я открыла ее на соседнем браузере, потому что на одном и том же будет конфуз, да, постоянную платформу. Поэтому лучше, если вы хотите проверить, что видит ученик, открывайте на соседнем браузере, только не интернет-эксплорер, потому что он вообще очень нам не подходит. Никак, ни при каких условиях. Любой другой браузер. У меня есть Safari, вот я вам его демонстрирую сейчас. Страница будет ученика. Я не умею передвигать. А, все передвинула. Смотрите, вот страница ученика, то есть когда он зайдет, он увидит «My stickers», то есть вот это слово. Вы можете дать первый стикер ученику, чтобы ему было приятно, когда он первый раз зайдет, чтобы он увидел какую-то картинку симпатичную, приветственную. Вот страница ученика. Здесь он видит стикеры, которые он будет зарабатывать. Здесь он сможет проголосовать. Вы потом узнаете, насчет чего это голосование, да, проголосовать за какие-то работы, поставить. Ему нравится, да, например, эти картинки, здесь очень много. Он увидит свои посты, то есть то, что вы будете публиковать во время урока, какие-то картинки, аппликации. В Clansy мы до сих пор придумываем silly sentences, what the phrase is the fastest, вот такие предложения смешные. Дети здесь могут их публиковать, и все, что они сделают, будет храниться у них навсегда в их аккаунте во вкладке «Posts». Lessons, здесь вы увидите, платформа регистрирует каждый ваш урок. Вот вы вносите какой-то курс, и какой номер урока будет, если вы работаете по книге для учителя. И прогресс – это его успехи. Его успехи по данному курсу. Я, в принципе, такого нету, Наталья, но я подумала, будет интересно самому ребенку увидеть свой прогресс, видеть, насколько он лучше стал читать, насколько он лучше стал быстрее придумывать предложения. То есть вот такой прогресс-лист мы придумали для некоторых упражнений. Вот эти данные можно будет вносить. Собственно, вот страница ученика. Давайте я снова вернусь на страницу учителя. Дальше, что бы я хотела рассказать. Когда вы зайдете первый раз на платформу, если вы еще не работаете на ней, у вас откроется демо-версия. Что она из себя представляет? На пробу у вас будет открыт «Teach's Book», и два урока из раздела «Clancy», два урока из раздела «Gracy». Вы сможете, они будут кликабельные. Сейчас у меня все кликабельное. У вас же будет кликабельно лишь четыре урока, для того, чтобы вы могли посмотреть, что это за упражнение, может быть, даже сделать пробный урок с помощью вот этих вот упражнений. И дальше, для того, чтобы на полную катушку, так сказать, полностью видеть весь «Teach's Book», все упражнения, которые есть в этом курсе, вам нужно будет оплатить. Покажу сейчас здесь, вот как раз через вашу фамилию. Здесь есть «Payments», вы заходите «New Payment» вот сюда, и выбираете, в Кламзе у вас будет вот эта возможность, несколько вариантов тарифов. Вы можете выбрать на один день, на семь дней, на 30 и на 90. Выбираете то, что вам нужно, и дальше оплачиваете через карту. У нас картой можно расплатиться, приходит чек, все корректно. После того, как вы оплатите, сразу же у вас открывается платформа, полная версия ее со всеми возможностями. Что такое все возможности? Это возможность работать по книге для учителя и возможность самому делать уроки, составлять свои уроки из тех упражнений, которые есть в наличии. Допустим, вы решили работать по книге для учителя. Я оговорюсь сейчас сразу, что книга для учителя, она у меня создавалась еще три года назад, то есть когда обновлений еще не было, еще даже не было вот этих методов двух ручек. И я этим летом собираюсь обновить, так сказать, методичку и сделать некоторые упражнения канули, так сказать, Наталья их не взяла в новую методичку. Я решила, то есть даже меня попросили педагоги оставить эти упражнения, они довольно хорошо в онлайн легли, и я добавлю, конечно же, новые. То есть я обновлю методичку и оставлю те упражнения старенькие, которые у нас остались, которые нравятся. Они будут как экстра записаны. Собственно, сейчас мы видим с вами старый вариант. Я сейчас вам покажу, например, если вы хотите работать по Кланзе, вы набираете «Кл» и дальше номер урока, например, 01. Здесь у вас открывается первый урок по старой методичке, и вот таким образом вы перекликиваете, идете по уроку, просто нажимая на «Дальше, дальше, дальше, дальше». Если вы хотите что-то дополнить этот урок, какими-то упражнениями, которых нет в книге для учителя, вы идете, нажимаете на сам курс и выбираете уже вкладку. «Кл» и выбираете вкладку «Эксерсизис». То есть здесь дополнительные можно найти упражнения, которые вам могут пригодиться. Если вы работаете сейчас по части Грейси, то вы набираете, соответственно, «ГР». Ну, так я придумала, чтобы побыстрее, можно было бы во время урока. И номер урока точно так же. Номер урока. и вот, пожалуйста, по Грейсе первый урок, он у вас вот здесь будет открываться вот таким образом. Вопрос можно? Да. Пока я не забыла. Юля, у меня сейчас вот что осенило, какая мысль. Хотела у вас сразу спросить. Вы говорите, что у вас открыта вкладка ученика и учителя, то есть а вы не работаете с ними через демонстрацию экрана? Нет, да, вот хороший вопрос. Нет, я не работаю. Я не работаю через демонстрацию экрана, то есть почему? Во-первых, потому что я не беру большие группы, да. В принципе, онлайн, когда мы работали до карантина, я всегда говорила и подтвердят многие, кто работает онлайн, что все-таки набирать большие группы в онлайн не, как это там, ну, не то, что неэффективно. То есть учитель должен обладать, не знаю, недюжей долей там экспрессии, потому что через экран пробиться к большому количеству учеников, еще и следить за дисциплиной, еще и следить за техникой, чтобы она отработала у каждого хорошо. Это очень сложно. Поэтому, если у вас небольшие группы, вы работаете, вот как я вам сейчас показываю, каждый заходит на свою страницу ученик, до трех-четырех учеников можно работать так. Если у вас большая группа, то, конечно же, демонстрация экрана очень выручает. Тогда вы работаете через Zoom, вы работаете с демонстрацией экрана, которая позволяет минимизировать все вот эти технические неполадки, которые могут у учеников, если у вас там восемь учеников, да, обязательно у кого-нибудь что-нибудь интернет упадет, или он закроет вкладку, или он, да, и вот эти, избежать все эти моменты позволяет именно Zoom со своей демонстрацией экрана, где вы сможете передавать мышку на случай того, если нужно что-то переставить, что-то кликнуть, да. То есть в этом случае демонстрация помогает. Для меня просто это было открытием сегодня на этом странице, что, оказывается, не нужно делиться экраном. Нет, у меня небольшие группы, но я даже не предполагала, что можно работать на своей странице, а не на своих. Мы всегда работали через демонстрацию, чтобы, ну, все увидеть, что мы там делаем. Ну, да, да, эти проблемы, эти проблемы позволяют минимизировать, нивелировать, но все-таки, мне кажется, если есть такая возможность, лучше работать, вот как я показываю, через встречу на платформе, не через демонстрацию. Сейчас я как раз покажу, как происходит эта встреча. Да, покажите, пожалуйста. Да, смотрите, если вы работаете не через демонстрацию экрана, и у вас есть такая возможность поделить группы там не более чем на 3-4 человека, то лучше работать таким образом. Вы помните, что мы с вами зарегистрировали учеников, они открыли свою страницу до урока, да, и видят вот то, что MyStickers, да, помните, я вам еще раз сейчас покажу, просто подождите, сейчас по порядку, да. В общем, дети заходят на платформу через Войти, через свой логин и пароль, а вы до урока, прямо вот до урока, незадолго до него, потому что дети могут войти пораньше и начать что-то вам переправлять, когда вы будете готовиться. Прямо вот перед звонком вы заходите в мою классную комнату и говорите, что сегодня у меня на уроке участвуют Тима и Ева, например, да, или, и говорите, save. То есть вот эти два ученика у меня будут участвовать на уроке, и они должны будут войти на платформу и работать на ней точно так же, как я. Если же, если же у вас группа, да, что мы с вами обсуждали, кто-то с группами приходит, то вы нажимаете вот эту группу, которую мы с вами создали, Clancy, и сразу автоматически все люди из этой, все ученики из этой группы появились у вас здесь, вы нажимаете save и ждете, ждете, когда ученики обновятся. То есть как только вы позвонили им, выбрали вот в классной комнате всю группу своих учеников, после этого вы созваниваетесь и говорите refresh your page, restart your page. Они нажимают на вот эту круглую стрелочку, нужно научить детей находить ее, это очень важно. Они обновляются и становятся, сейчас они серенькие, они становятся у вас зелененькими, это значит, что они вошли на платформу, это значит, что они будут видеть все, что вы им показываете и смогут работать полноценно на платформе. Давайте посмотрим, как это произойдет сейчас как раз, покажу вам еще раз. Мы с вами выбирали, я вам показываю сегодня Тима моего, который работал со мной два года назад на Clancy, и его просто так, чтобы вы понимали разницу. Говорю save, дальше я говорю, мы созвонились, я говорю Тима, refresh your page, Ева тоже, да, и я вам сейчас показываю, что делает новая демонстрация, что делает Тима. Тим уже сидит, мы с ним разговариваем, да, по Zoom, по Skype, как вам удобно, и потом я вам говорю, refresh your page, и он нажимает вот на эту стрелочку, на кругленькую, да, он обновил свою страницу, просто он ее как бы перезагрузил. Теперь я вам показываю, что произошло на платформе, и на платформе я увидела, что он стал зелененьким, это значит, он вошел в классную комнату, он будет все видеть. Ева не вошла, но я вам сегодня ее не буду показывать. Ева опаздывает, например, да, ну пусть она у вас уже выбрана в этой классной комнате, и потом она подключится, вы увидите, что она стала зелененькой. Я нажимаю start lesson, это значит, что я регистрирую свой урок в дневничке у ученика и у себя, вот этим start lesson. Обязательно нажимайте на нее, потому что некоторые функции работают именно вот с вот этим кликом. Все, урок начался, видите, зелененькая такая линия появилась у вас, значит, что урок начался, можно уже демонстрировать все, что вы хотите. Так, я остановилась на чем? Я вам показывала сейчас бук, да? Так вот, да, начало. Собственно, все. Сейчас я вам рассказала, что по teach-as-book, как мы работаем, но teach-as-book, из чего он состоит? Он состоит вот как раз из этих упражнений, exercises, да? Поэтому я сейчас не буду пробегать по каждому уроку, я пробегусь по вот этим упражнениям, чтобы если вы их встретите или захотите их дополнить свой урок какими-то новыми, то вы сможете вот через exercises это сделать. Я пойду прям по порядку, чтобы не запутаться, там ничего. Значит, смотрите. Dictation. Почему? Мы называем его так. В принципе, это не создано упражнение, может быть, его и стоит переименовать, но я, наверное, не буду уже, многие привыкли. Здесь мы работаем со словами для диктанта. И что здесь можно сделать? Вы видите картинки из этого, например, урока, да? И их подписи. Дети могут, если они зашли на платформу и работают через... Сейчас я вам покажу, да? Вот сейчас я снова Тиму покажу. Вот Тима видит то же самое, что вижу я. И я попрошу, например, его соединить картинки, подписать, да? Вот. A strange note. Можно составлять предложение. Можно A little bit. Можно... Ну, это на ваше усмотрение, да? Ваша главная задача в подготовке к уроку будет... Сейчас, секунду, опять снова. Может быть, я не буду так часто все-таки перекликивать. В общем, вы видите, что ребенок видит то же самое. Единственное, что у него нет вот этой панели, да? Ваша подготовка к уроку будет заключаться в том, что вы должны будете настроить size, да? То есть, как вы работаете на платформе? Когда вы усвоите вот эти вот главные кнопочки, меню, вам будет гораздо легче и интереснее проводить урок, потому что здесь много всяких фишечек, так сказать, да? Вот. То есть, но чисто технически вам что здесь может пригодиться? Вам пригодится здесь size, который вы будете... с помощью которого будете настраивать до урока, потому что во время урока это занимает время, да? Как лучше. Для каждого... для каждого типа у вас... типа наглядности у вас свой size, да? Есть size 1, size 2. Просто попробуйте и поймете, да? Ну, текст, соответственно, для текста. А вот первые у нас для... для картинок, да? Вот этот вот size. Это дети могут соединять. Если вы увидите это упражнение в течесбук, то дети здесь соединяют картинки. Как еще можно сделать, да? Вот, например, на первом уроке вы после презентации лексики пошли соединять эти картинки с подписями. На следующий урок вы можете встретить это сто процентов, я это забивала в течесбук. Уже не просто положить эти картинки, соединить, а, например, сделать видеозапись. И видеозапись сделать таким образом, чтобы... Я сейчас расскажу, что такое видеозапись. Чтобы дети нашли ошибки в том, что вы... как вы соединили, да? Я сейчас расскажу, как мы это делаем. Хоп, я нажала, и все уже подписано. Но оно подписано некорректно. То есть дети должны найти соответствие, да? Вот это будет на слайд, там, мэдл. То есть уже не просто соединить, а найти какие-то... Можно допустить одну-две ошибки, да? Если у вас времени нет, и все это переставлять. Как я делаю эту видеозапись? Посмотрите, что у нас есть. Вот из этих кнопочек. Сейчас еще раз отназблю. У нас есть с вами экшеновый код, который позволит разложить все, что я... куда я хочу, и запомнить это действие. И во время урока вам всего лишь нужно нажать один клик, и все появится там, где нужно. Значит, смотрим, как мы это делаем. Вот, я нажимаю экшен. Называю это упражнение, может быть, по номеру урока, там, как вы хотите, да? Нажимаем рек, то есть я говорю, да, запись. Она становится красненькой, это значит, что запись пошла. Не обязательно торопиться. В общем, вы расставляете, как вам, как вам угодно. Это вы делаете до урока, да? Вот, расставляете, расставляете, расставляете. И после этого не забудьте нажать на стоп. Нажимаем стоп. Во время урока, когда вы пришли в это упражнение, вам всего лишь нужно нажать Play Recorded Action. Вот мы с вами только что создали кланзе один. Раз, и все появилось на своих местах. То есть это очень удобная функция для того, чтобы не терять время на разнос, значит, картинок и слов. Кроме того, это упражнение используют для Running Dictation. Некоторые учителя используют даже онлайн. Я не использовала, честно говоря. Но у кого, у детей, вы видите, есть возможность бегать, так сказать, есть дальний план, не стенка, да? То есть если компьютер расположен в начале комнаты, то можно в конец комнаты положить травку какую-то, ну, ребенок приготовить что-то, да? И демонстрируя, вот можно в этом случае, конечно, лучше текст сделать побольше, просто уже подписав, вы просто делаете текст языка побольше, и дети бегают и записывают слова из диктанта. Running Dictation, даже есть музыка у нас здесь. Посмотрите, вторая кнопочка. Вот. Мы взяли прям ваши эти родные музыку. Вот. Ее можно включить, чтобы детям не так было скучно, не в тишине бегать туда-сюда, куда-сюда дома. Вот. Может быть, ну, такие веселенькие. Мы взяли ваши. Вот. Я не использовала это, но у кого, опять же, это зависит от комнаты, как у детей расположен компьютер. Потому что они могут, конечно, куда-то бегать, и вы не будете знать, они могут списывать там, например, да? То есть это на честность тоже детям, если вы... Ну, в общем, на ваше усмотрение. И еще, смотрите, какой момент. Есть у нас еще такая вещь, как замочек. Замочек – это, если вы захотите, если у вас большая группа, и вы не хотите, чтобы дети, чтобы работал, чтобы кто-то кому-то мешал, да? Кто-то один сейчас, допустим, переставляет, а другой, чтобы ему не мешал. Вот. У нас есть замочек, который блокирует страницу студента. Вот это очень важная вкладочка. Посмотрите, там, где ваши... Это очень полезная вкладочка блокировать всех. Пока их не научишь порядку, всех блокируем. Вот. Значит, вот это вот как раз, смотрите, на эти человечки-бантики, почему-то их еще называют бантики. В общем, вот здесь вот человечки, такой значок, во время урока он только появляется, если вы нажали Start Lesson. Здесь что вы видите? Во время урока вы всегда можете увидеть, кто онлайн, кто нет. Может быть, кто-то выпал. Да, Ева говорит, я ничего не вижу. А, действительно, она выпала, вы можете посмотреть. Действительно, ее нет. Может быть, она случайно закрыла. Может, у нее там, не знаю, как-то скакнуло интернет или что-то. Вы всегда можете увидеть, онлайн она или нет. Кроме того, вы здесь можете видеть поинты. Это сквозные поинты. То есть, если дети... Вы делаете такую вещь, как зарабатывание баллов в течение курса, да, то вы можете как раз здесь плюсовать эти поинты, и дети на своей странице будут всегда видеть, сколько они заработали за урок и плюсовать их каждый раз. Если у вас дети будут работать в командах, есть такие варианты, да, если много детей, лучше их формировать в команду для каких-то соревнований. Здесь вы должны просто выбрать команда номер один, допустим, будет Тима, и команда номер два. Три команды можно сделать, чтобы ребенок понимал, за кого он будет зарабатывать баллы, для какой команды. Здесь у нас как раз вот эти поинты, которые можно плюсовать или минусовать. и комментарии. Комментарии я, может быть, если останется время, расскажу, но это прям уже такие дебри. Можно каждый урок что-то добавлять ученику, если он что-то не понял, чтобы вы не запоминали, где-то записывали, а прямо в комментарии заносить, что вот Тима, допустим, у него хромает там, диктейшн, он никак не запомнит там что-то. А это для учителя, да, записей? Да, это для учителя, да. Это чисто учительская функция. И, наконец, блокировка знаменитая. То есть вы можете заблокировать одного ученика, можете заблокировать всех сразу. Вот здесь есть отдельная... Ой, какая полезная. Вот этого не было, что ли, да, всех сразу? Не было, да. Всех сразу заблокировать и, допустим, одного разблокировать, кто будет сейчас работать. То есть в больших группах это очень полезная вещь. Вот. И, ну, и кроме того, Вы можете редактировать сам урок, в смысле, кто принимает участие, кого-то добавить во время урока, кого-то убрать из урока. То есть все это вы можете делать, не забудьте потом разблокировать, потому что иногда учителя забывают, дети бедные пытаются что-то отнести, перенести, у них не получается. То есть если красный замочек, значит заблокирован ученик, нужно его разблокировать. Вот, собственно, если вам это пригодится в каких-то упражнениях, то вот пользуйтесь. Кроме того, если что-то ребенок сделал здорово, если у него классно что-то получилось, если вы провели соревнования, у нас есть фидбэки очень классные, вы можете реагировать, какую-то для себя градацию тоже придумать. Я не помню, Наталья, я подключила звук или нет, но они все с озвучкой сейчас попробуем. Прозвучало, да? Каждый из этих фидбэков озвучен. Есть, в основном все, конечно, такие позитивные, но есть и такие, если вдруг проиграл, если вы знаете детей, если вы знаете, что они необичивые, все в порядке у них с самооценкой, то можете даже показывать, да, вот, типа такого, вот ты проиграл. Вот, ну, поосторожнее с этими, потому что кто-то обижается, даже плачет некоторые дети. Вот, но в основном, если вы проигрываете, конечно, сможет Кламзи проигрывать постоянно, да, не вести ему для того, чтобы потом его успокаивать, или какой-то герой, кто к вам пришел, вот для них вот эти всякие, для вас-то вы проиграли тоже. Вот, потом мы добавили еще Angry, вот Наталья как раз, Сеченок, очень простила, для старших студентов, если учитель уже зол, уже не реагируют они, что учитель грустный, да, учитель грустный, никто не говорит целыми фразами, то уже Angry, я думаю, сработает. Вот. Ну, в общем, сами какую-то градацию придумайте, это все используйте. И еще есть у нас Corrections, тоже мы придумали такую вещь, детик, естественно, забывает и третье лицо, им нужно число, и все вот эти вот, такие подсказочки им, если, чтобы не постоянно, да, как-то повторять. Я знаю, что вот прям раз, можно даже до, когда он собирается только сказать во умножленном числе, хоп, и он уже скажет верно. То есть вот такие вот Corrections тоже используйте, они здесь есть в большом количестве. Дальше я хотела бы рассказать вам, ну, то есть мы пойдем дальше с вами по упражнениям, то есть если вы это встретите, Check-Up Lesson, что это значит? Я использовала это для презентации лексики, потому что картинки здесь большие, то есть вы можете показывать, рассматривать эти картинки, да, потому что они здесь крупные, не так, как в предыдущем упражнении. То есть изначально вы, конечно же, эти картинки показываете вот такими большими. У Натальи Фиченко прекрасно есть в презентации, то есть вы можете через демонстрацию экрана показывать, презентовать так. Если у вас нет такой возможности, то вот, пожалуйста, можно, я вот так это делала, в принципе, нам этого хватало, мы обсуждали, что мы видим, что это может быть, именно через вот это упражнение. И, естественно, его же я в Тичасбук заносила как для контрольного диктанта. То есть вот через эти флешкарты я показываю, дети записывают. То есть в этом случае они записывают к себе в тетрадочку. А есть еще второй вариант появился, диктанта, где дети пишут уже на самой платформе. Пока он в Тичасбук не занесен, вот CheckUp Dictation тоже мы его назвали, здесь уже дети уже по-новому, с методом двух ручек они работают. То есть вы показываете им слова, и дальше они, ну, вы диктуете их, они набирают этот текст, и дальше вы делаете проверку. Я дальше, если будет время, покажу еще, как мы это делаем. У меня есть, у нас есть группа ВКонтакте, где есть видео по некоторым играм. Вы всегда можете зайти, посмотреть, как мы играем в эти игры, в особенности новые, вот CheckUp Dictation, в частности, есть видео, как работать, если дети будут уже печатать диктант, не писать его, а печатать. Summary. Summary у нас по вопросам, да, мы отвечаем на вопросы, и дети могут печатать, но, скорее всего, если особенно это первая история, дети еще не умеют печатать, естественно, то печатаете вы. Набираете текст, вы отвечаете на вопросы. Кроме того, у нас появилось, пока что, опять же, сейчас в Тичасбук не успела запустить, у нас есть эти Summary пиктограммки. Елена Фомина поделилась с нами. Вот, можно делать так, что сначала вы обсуждаете это устно, глядя на картинки, да, что произошло в этой истории, а потом же вы идете непосредственно с Summary и записываете его вместе с детьми, они ему потом могут записать это к себе в тетрадочке, да. Дальше. Так, вопрос. Дети видят, что каждый из них пишет? Да, дети видят. Смотрите, если в упражнении Summary у нас все видят одно и то же, да, потому что это общая доска, как обычная ваша доска, все видят то, что происходит на экране. Если же мы с вами работаем Check-Up Dictation, о котором я упоминала, то здесь есть варианты, вернее, здесь нет вариантов, здесь однозначно, здесь дети не видят, что пишут другие. Я сейчас давайте продемонстрирую это. Это страница учителя. Я вижу всех своих учеников, что они тут пишут, да. Каждый что-то написал. Вот, раскрасим, если вы используете метод двух ручек, раскрашиваем, да, вот таким образом. И посмотрите, что видит ученик. Ученик не видит то, что пишет его сосед, для того, чтобы не вводить, так сказать. Во-первых, дети очень часто, они переживают, что кто-то быстрее это делает. Потом они могут подсматривать там тоже, да. Ну, то есть, если уж по-честному, вот это прям будет абсолютно честный диктант, никто никуда не подсматривает, каждый сам за себя. Потом же вы переходите на следующую страницу в этом упражнении. Смотрите, видите, по этой стрелочке я перешла. Здесь уже все видят как бы результат, да, кто что написал. Вот, можно исправить обратно, вернуться, если нашли ошибку, пошли опять стрелочкой на ту страницу предыдущей, и дети исправили какую-то свою ошибку. Вот, таким образом. Удобно, да, раскрашивать, удобно будут слова. Да. Дальше. Наталья, я так начала пробегаться по новой методичке. Вы убрали, да, the silly sentence у нас уже больше нет. Но мы его оставим, можно, потому что он всем нравится. Ради Бога, да, конечно. Все, что работает, пусть работает. Да, тем более, что раз уж в онлайн все-таки тяжело, да, некоторые игры из оффлайна перенести тяжело, и поэтому те уж, которые легли, хорошо уж, пусть они остаются, тем более, что дети очень рады тому, что они могут поделиться, да. Они же записывают вот эти предложения, the silly sentence, они придумывают их. Пока что все это не методом двух ручек, я собираюсь летом заняться этим. То есть сейчас пока просто вот я придумала, что the silly sentence, они голубые, а the fastest, они другого цвета. Дети пишут, придумывают свои предложения. Если они еще плохо пишут, то они придумывают, вы за них пишете, да. У каждого свой бокс, учитель тоже может свое предложение смешное придумать. А могут дети в чужом боксе писать? Нет. А, стоп, не знаю. Ну, в принципе, здесь и зачем им так баловаться? Нет, дело в том, что у меня был ребенок, пранковал, поэтому я спрашиваю, могут ли они у соседа исправлять? В этом упражнении, думаю, да, потому что это упражнение демонстрируется у всех одинаково, да, то есть это как доска. Я думаю, могут, да. Ну, блокируйте тогда, наверное. Хотя, не знаю, по-моему, по тексту блокировать не получится, к сожалению. Комментарии написали. Это хорошо, а это так везде, во всех ступенях, что они не видят записи других? Я думала, что они подглядывают друг от друга. Я, честно говоря, тоже думала, что они подглядывают друг от друга. Но у нас просто еще и демонстрация экрана, поэтому они все равно с экрана могли подглядывать. Но, с одной стороны, это хорошо, слабые дети могут видеть, как это правильно пишется, да, сильные пишут быстрее. Вот. Да-да-да. Тоже не страшно. Я вам скажу, что вот эта возможность прятать то, что делают другие, появилась прям вот буквально в последний месяц. Поэтому вот как раз вот Александра, который мой муж, который все это делает, он спрашивал, в каком упражнении будет это актуально. И вот в каких актуально мы сделали, вот на Кламзе в частности. Вы тогда пишите нам, кто состоит в наших чатах или в группе здесь у нас, да, в ВКонтакте, пишите вот эти идеи, куда вы хотели бы этот метод внедрить, и мы постараемся это сделать. Там, где письмо, скорее всего, это будет write, да, write и analyze, на этих уровнях, конечно, это пригодится. Вот. Пока что вот такого типа упражнений немного, честно говоря. Но, по сути, это контрольное ведь упражнение, да, потому что так-то мы работаем в открытую со всеми детьми, да, мы не прячем, что они там усвоили, что нет. То есть это для контрольных работ может пригодиться. То есть здесь дети пишут свои предложения, или вы нас о них пишете, они придумывают, и можно ими поделиться, да, у нас есть стена. Не забудьте, когда вы делитесь, вот везде, где вы видите вот этот значок, поделиться, да, вообще. Давайте я что-нибудь напишу, не знаю. К примеру, да. Я просто пишу от балды, да. Дальше я говорю поделиться. Я подожду пока... А, это уже оно, текст. Я, видите, как бы вот почти два года не работала на кланзе. Я выбираю, чье это предложение. Я говорю, что это Тима придумал. И говорю паблиш. Вот оно публикуется, вы увидите, что оно публиковалось. И дальше то, что придумал ученик, то, чем он захотел поделиться, вы увидите вот на стене, у нас есть стена. Вот сейчас мы увидим то, что придумал. Да, вот видите, Тима свое предложение придумал. Но мы его удалим, потому что оно все-таки некрасивое. То есть вы видите, да, вот на этой стене дети потом приходят. Обязательно, если вы что-то опубликовали, пойдите проголосуйте. Детям очень приятно получать лайки, ну, как и нам всем, да, взрослым, а уж детям тем более. Вот зайдите, не пожалейте 30 секунд на то, чтобы показать ребенку, смотри, вот твоя работа среди других, смотри, какие есть другие работы. Кроме того, это так подстегивая детей, они видят, о, ничего себе вот каких нишек, мы еще таких не делали, значит, мы будем делать. То есть вот детям это очень такая дополнительная мотивация. И они, да, это же голосование, у кого больше всего голосов, тот получает кубок победителя, и каждый месяц платформа считает, у кого больше всего голосов. Так что вот обязательно заходите сюда с детьми, если вы опубликовали что-то. То же самое, не буду останавливать. Вдфарк, то же самое, то есть здесь нужно придумать как можно более длинное предложение, и его тоже можно будет похвастаться опубликовать. Хаузис, это упражнение, в принципе оно не хаузис, да, на самом деле, это просто текст, где можно спечатать слова, пропущенные буквы, пропущенные слова. И звездочки подсказывают нам. Здесь, в принципе, можно напечатать и двухслоговые, да, но звездочки подсказывают детям, сколько должно быть здесь букв, да, ну и для вас тоже подсказка. Вот, не так много здесь, в принципе, есть, да, несколько. Покажу вам, что значит эта вкладка, на вкладке, куда я сейчас зашла. Значит, complete the sentence, то же самое. Здесь ничего необыкновенного, да, здесь я разноцветными сделала, чтобы детям было видно конец предложения, да, то есть они должны найти в тексте и либо по памяти, да, продлить это предложение, сказать его. За это они могут получать баллы, кстати, вот это я забыла вам сказать. То есть если приходят у вас какие-то соревнования, где-то вы используете, вы можете использовать поинты. Те поинты, которые я показывала справа, это сквозные поинты, вы можете их плюсовать вот как раз из каждого упражнения. А эти поинты, которые у нас вот в этой вкладке, они именно для конкретного упражнения, я говорю, что мы работаем, допустим, сейчас каждый сам за себя, вот я выбрала одного человечечка, и говорю, что это будут положительные поинты, потому что в некоторых у нас даже отрицательные можно зарабатывать. Вот, вы выбираете положительные поинты, и за каждое там предложение ребенок получает звезду. Потом вы понимаете, кто выиграл. Можете потом приплюсовать к этим сквозным. Если же вы работаете по командам, вы уже распределили детей по командам, они видят, в какой они команде, в один, в два или три. И точно так же работаете по командам. Команда номер один получила там столько-то баллов. Вот. Не забудьте, вот, что есть такая возможность. Дальше. Давайте я все-таки, наверное, уже зайду в эту главную кнопку. Я вам уже очень многое показала. Вот смотрите, вот у меня сейчас выделение какое-то, да, зачем оно мне здесь. Я могу либо обновить это упражнение, просто, но это долго, да, пока оно там, смотрите, вот случайно у меня выделилось, или вот как-то, да. Здесь есть убрать выделение. Вот такая кнопочка тоже третья, если что, вот имейте в виду. Ну, она и для картинок актуальна, и для текста тоже, если вы что-то выделили, что не нужно. Я бы все думала, что это такое. Ну, а теперь знаете. Наталья, для вас тоже полезно, да? Да, да, очень полезно. Дальше. Значит, смотрите. Я все-таки расскажу про эту уже главную, можно сказать, что это главная кнопка для модификаций. То есть, если вы работаете по Тичейсбук, понятно, вы встречаете это упражнение, вы знаете, что с ним делать. Если же вы решили добавить что-то сами, вы прошли по уроку, и что-то хотите добавить сами, вы идете в конкретное упражнение. Например, вот это же упражнение Complete Distance. Вы хотите что-то повторить, не знаю, да, например. И его в Тичейсбук у вас нет у этого упражнения. Значит, вы идете и выбираете ту коллекцию, которая вам нужна. Для этого ту коллекцию, то есть тот набор картинок или тот набор текстов, который вам нужен. Вы идете в колесико, это шестеренка, вернее колесико, мы его так по-женски называем. В шестеренку вы идете и выбираете ту коллекцию, которая вам нужна. Здесь пронумерованы... Картинки. Наглядность. Наглядность, именно как она идет в книге для учителя. Вот это из 10-го урока по кланде, из 16-го, из Грейси. То есть вы выбираете то, что вам нужно, и после этого настраиваете только сайт. Вот таким образом можно менять. Я расскажу тоже, в конце уже расскажу, что можно составлять свои. То есть то, что вы видите, это то, что я для вас приготовила с андроидом, вот с таким значком. Но вы можете свой текст сюда впечатать, тот, который вам нужен. И как это делать, я тоже попозже расскажу, потому что мне хочется пробежать по всем упражнениям. Дальше у нас идет с вами. Тейблс, в принципе, здесь собраны такие таблички, так сказать, разные таблички, их не так много, где можно, опять же, составляя предложение, отмечать, допустим, я вот это составил, составил с этим, составил с этим. Вот то, что вы видите наверху, вот эти, это чисто для разнообразия. Можно, например, условно сказать, что Тима будет красная лапка, а там Ева будет синяя лапка, например. Или каждый раз использовать разный значок. Вот, придумали. Если что-то не придумали, можно, не знаю, перечеркнутым сделать. То есть вот не так много здесь табличек, можете вот это использовать вот таким образом. То, что вы видите внизу, вот этот именной бокс, в принципе, можно и впечатывать, то, что дети, если придумали, да, но это для старших детей, потому что столько много предложений можно придумать, да, и здесь будет довольно большой текст. Но вот для старших курсов мы используем, для Analyze очень часто дети сами пишут свои предложения, которые они придумали здесь. Дальше мы с вами идем, ну, memory, да, что здесь останавливаться. В принципе, я хотела вам только показать. Тичь из бока, опять же, его нет, оказывается, Наталья это сделала у нас в книге для учителя теперь здесь. Я, естественно, все это добавлю. По каждой истории здесь немногие, вам лишь нужно выбрать ту историю, с которой вы сейчас работаете. Смотрите, есть только дополнительные вот такие два значка, покажу вам. То есть здесь обычную, да, картинку нужно найти с пописью, а вот этот значок обозначает полезло. Можешь открыть четыре картинки. А, да, мы думаем, это переход хода. Нет, нет, это, а он же в любом случае переход. То есть дети вначале, как мы начинаем, любую игру, да, мы можем кубик дайс бросить у кого на большее, а можем поиграть, если небольшое количество детей, Stones is a Paper, тоже такой вариант для посмотреть, кто будет первый. И после этого дети открывают, первый открыл две картинки, да, они не подошли, закрыли. И если кто-то открыл вот такую, значит, он может не две картинки открыть, а четыре. То есть ему круто повезло. Ну, а вот этот, естественно, и, естественно, потом мы это не закрываем, потому что хитрые. Они же потом так и будут открывать четыре картинки захотят, да. То есть вот эти, если уже один раз открыли, мы их оставляем открытыми. Ну, кому-то одному не повезло, один раз не повезло. Вот, собственно, по-моему, и тут нечего. Раймс это попросили некоторые педагоги, они сами какие-то стишки, да, отрабатывают. Вот для Кламзи очень подходило бы. Любые стишки вы можете сюда заносить. Вот здесь есть два, я сделала. Ну, вы можете свои потом покажу вам, как, ну, на нашу лексику, да, какой-то стишок. Раймс. Сюда можно вносить на ваше усмотрение. Yes, the word – это, в принципе, в принципе, это наша веселица. Единственное, что она не сделана визуально, да, то есть мы берем, я беру листик и саму веселицу рисую. Но то, что мы отгадываем, оно вот здесь у детей. Я вначале делала по три слова, но потом я поняла, что это слишком конфуз для детей. И я стала делать по одному слову, посмотрите. Вот я, например, загадывала детям инжиния, да, инжиния, и как создавать эти коллекции, наверное, все-таки я начну уже показывать. И как играть, да. Смотрите, мы идем в колесико. Видите, вот эта человеческая коллекция, она не андроидовская. Здесь всего лишь одна андроидовская, то есть системная коллекция, которую видят все. Все вот эти вот нижи, которые идут с человечечками, это я сама для себя сделала, для своих учеников. И вы точно так же можете сделать. Как сделать свою коллекцию? В любом упражнении, в любом вы можете сделать свою коллекцию. Вы идете смотреть, как она устроена у меня. Ну, то есть не у меня, а у системы, да. Вы идете в одну из андроидовских коллекций, вот сюда, в точечке, и говорите «Редактировать». И смотрите. Ага, это упражнение сделано так. Через запятую в буковке набранной. Окей, я знаю теперь, как это делать. Дальше я нажимаю «Cancel» и создаю свою коллекцию. Как? Я беру, нажимаю плюсик, называю свою коллекцию. Как-то там, да. Дальше я говорю «Next». Дальше я могу это слово… Вот почему она… Дальше. Я думала, что я уже набираю. Дальше я набираю это слово, которое я загадываю детям. Вы знаете, что нужно через запятую это сделать. Я набираю это через запятую. Окей. Ой, я точку поставила. Вот видите, с точкой наверняка не получится. Это очень важно. Да, вот эти значки для кто там в IT чуть-чуть соображает. То есть каждый знак может сделать… Все будет неправильно, если мы через точку внесем. И давайте уже наберем до конца это слово. Дальше я говорю «Next». И дальше посмотрите, что я делаю. Я могу отредактировать. Если вы работаете по цветочтению, вы можете отредактировать, да, это именно по методу, да. Ну, здесь, в принципе, не так у нас. Любым цветом сделать. То есть вот к чему я говорю, да. Можете разноцветный делать буквы для красоты. Можете по методу цветочтения. Можете поменять даже шрифт. Да, вот здесь есть несколько шрифтов. Не так много, честно говоря, но вот несколько шрифтов есть. Вот. И дальше вы говорите «Save». Вот. Дальше посмотрим, что у нас получилось. Вот. Я выбираю, естественно, то, что мы с вами сделали. Я выбираю. Иду сюда. Смотрим. Вот наше слово, которое мы придумали. Ну, в смысле, будем загадывать. Как его закрыть? Закрыть его можно только с помощью видеозаписи. Я иду в экшн, как вы уже знаете, рекода, и говорю «Кламзи». Говорю «Запись». И смотри, что я делаю. Я закрываю эти буковки вот таким образом. Говорю «Стоп». Во время урока, вот это очень важно, чтобы дети не подсмотрели. Им нужно не просто закрыть глаза, потому что они будут подглядывать, вы же знаете. Вот. Их нужно отвернуть, детей. Потому что вы можете не успеть, и кто-нибудь успеет прочитать. Вы говорите детям «Отвернуться», и после этого быстренько нажимаете на плей-вый код и быстренько закрываете эти буковки. «Пол». Ага. А можно еще не обязательно отворачиваться. Это делается остановка демонстрации экрана. Это если вы работаете с демонстрацией экрана? Да, да. Нас очень спасало. Я останавливала демонстрацию, дальше делала все, что хотела, включала демонстрацию, дальше дети видели. Вот как раз очень здорово, что вы как раз... Потому что я с демонстрацией никогда не работала, в параллеле вы подсказываете, как быть с большими группами. Я не знаю, как эти все фишки. На паузу ставим, демонстрацию ставим на паузу, все меняем, и включаем демонстрацию, не забываем о детей волшебством. Точно. В общем, и дальше, собственно, идет отгадывание. Единственное, что да, вот эту висельцу вы рисуете у себя вот здесь на... Ну, у меня есть такая маленькая досочка, я на ней рисую. Вот. И отгадываем буквы, если они отгадали, то, естественно, вы ее открываете. Вот и все, дальше они уже пока не отгадают, что здесь, да. Ну, естественно, после этого... Та-дам! Ты вещь! Молодцы, кто отгадал. Вот. Дальше. Мы идем с вами... А, вот, казино. 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 Или тоже недавно. Казино, да. Вот. Мы с вами не так много, как вот Наталья советует. Я сделала всего лишь две коллекции. Естественно, вы можете сделать побольше, но мне кажется, этого достаточно. Вполне. Даже если вы будете играть несколько раз на одних и тех же картинках, вы просто что вы сделаете? Вы по-разному положите, спрячете, да, вот эти картинки. Опять же, прятать их для удобства лучше не вот так вот сидеть их и прятать, да, а вот этой самой видеозаписью. Я ее уже однажды сделала. Смотрите. Однажды я... Ой! Нажала. Вот. Я спрятала все картинки. Вот они раньше здесь были. Эти еще куда-нибудь. И дальше у меня есть целое видео. Не хочется останавливаться. Смотри, у меня прям очень коротенькое видео. Мы можем даже ссылку дать вот кому. Дадим. Ссылку на все видео, которые у нас есть по Кламзе в нашей группе. Не хочется на это терять время и повторяться. Да, хорошо, давайте. Как играть в эту игру, есть видео двухминутное, вы посмотрите. Дальше дети отгадывают. Важно в этой игре просто понимать, что здесь есть две, как бы два вида, да. Селект, если вы выберете, вы можете проговорить про все картинки. Но когда уже непосредственно у вас идет отгадывание, где что лежит, да, вы уже делаете ставки, вам, естественно, уже нужно будет нажать на ум, потому что тогда вы сможете уже посмотреть, что же там под картинкой. Да, вот не забывайте. Юлия, вопрос. Видео-запись остается в этом уроке до тех пор, пока не удалите? Она остается навсегда у вас, но вы ее всегда можете удалить, и я очень советую. Вот, например, в этой игре я никогда не буду удалять эту запись, она мне всегда пригодится, потому что у меня мало картинок, ничего не будет меняться. У вас есть упражнения, в которых очень много разных вариантов, где-то картинки большие, где-то маленькие, поэтому каждый раз лучше проверять, подходит ли та запись, которую вы сделали, не знаю, там, полгода назад. Она может некорректно лечь под картинки, и лучше все-таки вот те, которые у вас с разным количеством, лучше все-таки перепроверять. Всегда даже я советую перепроверять, даже вот это вот косвенно, перепроверяйте его, хорошо ли у вас там все легло, потому что если они корректно ляжут, то уже игра не получится, да. Вот. Да, это хранится навсегда, но советую постоянно следить за тем, чтобы они были свежие. Дальше. А, и самое главное, да, не хранить, все-таки есть упражнения, там многие, много очень хранят, прям за весь год, и когда они открывают вот это, да, у них вот это, все картинки уходят вниз-вниз, потому что это все в видеозаписи, мне кажется, не стоит, лучше сделать, удалить не нужно. Дальше я вам показываю Декабханта, потому что это упражнение дополнительное, и о нем вы наверняка не знаете. Просто мы внесли его из других уровней, очень здорово отрабатывать разную лексику, в частности здесь есть у нас одна отработка матчмейн. Матчмейн. Здесь тоже у нас на кланте мы часто, да, говорим об этом. Поэтому можно отработать вот в этой игре дополнительную игру. У вас осталось время, пришли сюда и отработали. Как работать в эту игру, я давайте, наверное, все-таки расскажу, потому что, несмотря на то, что есть видео, его будете долго искать. В общем, смысл игры в том, чтобы найти Декабханта, да, найти вот этот кубок победителя. Игра заканчивается тогда, когда кто-то открыл этот кубок победителя. Если он открыл прям первый, значит повезло, и игры как таковой не будет, просто на везение, да. А так, пока мы не найдем этот кубок, пока мы на него не проохотимся, мы составляем, как всегда, открываем картинки и составляем предложение. Открыли. А, вот, сейчас, допустим, вот обычные картинки, которые у нас на матчмейне, да, дети должны задать вопрос, ответить на него. Один задал, другой ответил. Если встречается вот такой вопросительный значок, это значит, ты можешь задать любой вопрос, кому хочешь. I want to ask Masha, I want to ask Natalia. И любой, абсолютно, не по теме, там, what do you do every day in the morning, да. Если же встречается вот такой вот замечательный этот котенок, причем для него есть озвучка такая классная тоже, вы ее включаете. Это значит, что ребенку достался фант спеть песню, любую песню на английском, да, абсолютно любую. В общем, вот у нас есть два вопросительных знака в каждой коллекции, два вот таких котенка, то есть две песни вы точно услышите за игру. Пока кто-то не откроет вот этот вот хантер, этот кап, вот он. Вот кто открыл, тот и победитель, и вот абсолютно на везение такая игра. Юля, у меня вот вопрос по таким играм, а там картинки не тасуются? Вы можете их перетасовать, естественно, дети запомнят, что если вы будете время играть, они запомнят, что вот эти два... А как перетасовывать, покажите. Да, вот, супер, спасибо, классный вопрос. Да, потому что у меня все время проблема была, я не знала, как перетасовать. Вот, да, мы идем опять же в редактуру, как обычно, и дальше вам нужно всего лишь перемиксовать их. Ага, понятно. Вот таким образом, да, вот, и потом не забыть нажать сейф, да, потому что если вы не нажмете, они... В редактуру я боялась лезть, конечно, поэтому, да. Ну вот, собственно, все, теперь мы уже даже не знаем, где у нас тут, да, все переменялось. А, вот, вопрос сдвинулся. Вот, вот таким образом можно в любом карточной игре перетасовать картинки. Отлично. Дальше. Say Sentence, как мы играем в онлайне в эту игру? Собственно, я всегда использую таймлайн, я каждому ребенку даю полторы или две минуты, кому как нравится. Полторы я всегда использовала. У каждого ребенка полторы минуты, полторы минуты другие высидят, ничего страшного, это не так много. Полторы минуты, ну, сделайте минуты, не знаю, потому что здесь есть возможность, да, вы можете выбрать, сколько секунд, можно за 60 секунд. Включайте таймлайн, и дети должны создать, придумать предложение с каждым из этих слов. Сколько успели? Успели вот столько, да? Причем по порядку, а вот он нравится ему today, пусть today составит. Вот, и этот как раз в дневничок у нас результат может пойти потом. Видели прогресс выставки, я который сделала? Мне кажется, детям интересно, потому что вначале они успевают, там, не знаю, там, с пятью, там, словами, да, а в конце уже курса они почти что совсем не успевают сказать, придумать предложение. Юлия, скажите, а в Cup Hunter можно свои картинки или слова добавлять? Вот Cup Hunter — это особое, да, я вам уже показывала, давайте посмотрим вот сессия, да, это текстовое. Тексты любые вы можете, да, любой текст сделать, посмотреть, как устроено это упражнение через, видите, здесь через решеточку устроено. Все. А если мы пойдем с вами в Cup Hunter или, например, у нас есть еще, еще одна карточная игра Ask a Question to, вот это вот. Это карты, вот если вы заходите в колесико в наше и видите карты, не текст, не имиджи, а карты именно, оно особенно, его долго составлять, поэтому обычно там не так много коллекций, вы можете научиться этому. Ну, и давайте тогда тоже уже я скину, как это делать, да, потому что это очень, я сейчас прям, не знаю, минут пять буду только об этом рассказывать. Ну, понятно, что это возможно, и есть видео, да? Это возможно, да. Это возможно. Единственное, вот если с текстом, это возможно прямо хоть сейчас. Если это картинки, которые вы хотите использовать, то тогда вы мне скажите, какие картинки тогда загрузить, потому что именно в КАТ я должна, как администратор, эти картинки в папку положить. Пока что так. Но текстовые, если вы составляете какие-то, в принципе, кланземаны уже все читают, вы можете тексты туда вносить, да, и легко придумывать вот такую игру Cup Hunter со словами, да, одно слово написал, и дети должны составить предложение с этим словом. Дальше мы идем с вами find the word, то же самое, тоже на время я делаю, и тоже детям очень радостно. Первый, в первый раз, когда они первый раз у меня пишут, они там за 90 секунд успевают, то есть мы учимся печатать здесь, по сути, они успевают напечатать два слова, и они огорчаются очень. Но потом к концу курса они уже, ну не все, конечно, очень, один ученик у меня только мог все напечатать успевал, но он прям такой игроман, геймер, он классно играл до этого, ему было легко. А вот те, кто нет, дети не играют, то для них это сложно, и они, допустим, там уже пять слов умеют напечатать за полторы секунды, ой, за полторы минуты. Вот, то есть здесь как раз вот этот вариант, о котором мы говорили, private mode и public mode, здесь вы выбираете, если дети переживают, что они медлительные, то лучше закрывать, да, и говорить, чтобы дети, ну каждый сам за себя работает в этом упражнении. Вы называете слово, они печатаете, они печатают. Причем я делаю так, одно слово сложное называю, первое слово легкое называю, там, бизнес, да, следующее там, strong pose, где уже там два слова. Потом опять, чтобы они расслабились, я close, там, скажу им, потому что если все время сложно, они успеют вам a bright sound написать, и все. Так вот, здесь вы решаете, какой вариант сделать, да, если сейчас вот, все-таки, наверное, private лучше, потому что все дети по-разному печатают. Вот, то есть они печатают, и все. И вы считаете, сколько они слов напечатали за это время. Вот. И это тоже результат можно в прогресс написать. Натеркомбинейшн тоже я, по-моему, не встретила больше, да, но оно у нас есть, и мы его оставим. То есть здесь дети должны вписать два, две буквы, обычно это double, да, какие-то там, ну, не обязательно, разные буквы, две буковки здесь они должны впечатать. Тоже я это делаю на время. Сколько, за сколько, ой, за сколько, успеют ли они за полторы секунды, за сколько они, сколько слов они успеют вставить в буковки. Дальше у нас есть make-up, вот, тоже такое особое упражнение. Чем оно особенное? Вы должны открыть доску, доску для каждого ученика. Допустим, у вас сегодня два ученика, значит, вы две доски решаете и говорите, там, Ева, this is, the first part is yours, the second is yours, Тима, и они говорят, там, или они выбирают, или вы им говорите, какие слова они будут собирать, да, Тима, your letters are green, например, и Тима заносит в свою все подряд зелененькие, да, заносит их, и составляет зелененькие слова. А Ева, например, работает с красными, она все их вносит, и потом пытается составить из них слова. Здесь, в принципе, соревнования, я не думаю, что должно быть соревнование, потому что, в принципе, дети сразу, если хорошо слушают, хорошо работают с текстом, они очень быстро сочиняют. Потом они составляют, допустим, можете делать так, можете сделать несколько досок просто именно по буквам, где дети будут сочинять, но все-таки, я думаю, что лучше разделить, да, зеленые будут у Тимы, чтобы они друг другу, да, они могут друг другу мешать. Ева сюда поставит, потом Тима сюда. Лучше все-таки сделать так, что каждый работает со своими буквами, каждый будет при деле, каждый будет работать со своим набором. Вот, не забудьте, да, вот эти доски можно добавить, убавить 5 досочек, и, естественно, их размер тоже можно, размер буквок и размер досок тоже мы можем, а, вот здесь вот, увеличить или уменьшить, да. Вот, таким образом. Дальше мы с вами пойдем. Вот здесь, в принципе, здесь ничего особенного, здесь можно открыть, вы по описанию описываете героя, дети должны угадать, что это за герой. Немного здесь коллекций, если что-то хотите демонстрировать, через такой вот вариант тоже можете создать свою коллекцию. Я, в принципе, для книги для учителя сделала всего лишь две коллекции в этом упражнении. Дальше. Game, game – это, обычно это сортировка, да, такая. Я тоже сделала видеозапись. И здесь дети должны составить, да, вопросительное предложение. Можно работать с текстом. How many apples, да? Можно, наоборот, с картинками сначала, а потом эти картинки подписать, да. Джейм сюда у нас пойдет. Можно сделать так. Можете работать только с текстом, да, не показывать эти картинки. Вот. Или разобрать сначала. Ну, в общем, понятно, да, что здесь мы делаем. Просто сортируем, дети должны понимать, где countable, uncountable. По картинкам, а дальше их подписать. Но, в принципе, очень много коллекций, видите, в этой игре. Потому что очень часто мы, вот это вот сопоставление и группировка, у нас на курсе есть очень много упражнений по группировкам. Вот в этом упражнении мы это делаем. Опять же, здесь ваша задача настроить сайз, чтобы детям было удобно. Да, если сделаете слишком большой, что, в принципе, будет удобно, но тогда детям придется скроллить постоянно. Если дети еще не так хороши в компьютерах, лучше стараться все-таки подстраивать, чтобы дети минимально работали мышкой, вот этим вот рычажочком, да. Вот. Дальше. И микроакциям, в принципе, здесь говорить не о чем. Дети читают, исправляют упражнения. Можете свои придумать, да, свои предложения придумать, новые коллекции создать. Опять же, посмотрим, как это делается. Давайте я уже параллельно, чтобы не забегать. То есть здесь просто ваш текст, вы набираете ваш текст и все. И раскачиваете его по вашему усмотрению. Еще вопрос, Юлия. Есть, Гейм, есть. Да. А из-ар есть в общей коллекции картинок? Из-ар, вот это, я так, насколько понимаю, вот эти картинки. Вы имеете в виду в corrections? Нет, они... Не знаю, уточните. Не понимаю. Уточните. Вот это, вот такое... Сейчас, подождите. Вы имеете в виду в предыдущей игре? В предыдущей игре... Да, вот они. Да, я же их показала. Их вот они. How many? И дальше вы поставляете, да? How many bottles of milk are there? How many boxes are there? Да, вот они. Ну, это вот еще из наглядности, да, Валерия Николаевна, вот эти вот рамки, мне кажется, очень хорошие мы взяли, да? В смысле они демонстрируют наглядно. Дальше гейсгейм. Гейсгейм давайте посмотрим. Тоже немного, видите, всего лишь одна коллекция. Одну коллекцию я сделала, здесь мы отгадываем. Но по принципу этой игры вы загадываете какое-то животное или дети загадывают. Для этого они прячут сердечко, эту звездочку, куда им нужно, куда они хотят. И дальше здесь вот вопросики есть, которые они могут задавать, может быть, свои какие-то вопросы. Задавая эти вопросы, они начинают понимать, кто какую игрушку загадал. После этого вы должны сказать, там, is the butterfly no, is it? Да, yes. Вот, собственно, гейсгейм, обычный гейсгейм, кто работает на платформе, очень хорошо знает эту игру. Здесь, вот, посмотрите, я составила всего лишь одну, для того, чтобы продемонстрировать вам, что можно в своей коллекции сделать, да? Смотрите, обычный, да, вот, все, что есть дети должны найти слова здесь по очереди, да? Какие здесь спрятанные слова, да? Можете свою коллекцию составить. Давайте посмотрим, как это делается. Опять же, заходим в уже существующую коллекцию. Ага, все через решетку. Все через решетку. Дальше ваша задача всего лишь выстроить сайт. Вот я как раз и написала 6 на 6, да? Вы видели в коллекции написано 6 на 6. То есть для себя, для вас или для себя я подписала, что должно быть 6 картинок на 6, и для этого вам нужен сайт обязательно для того, чтобы сделать верно, да? Если вы сделаете так, то уже ничего, игры не получится. Правильно? Вот, дальше. Бомбочки. Бомбочки – это игра, которую мы тоже на всех уровнях используем. Если вы надоело, можете прийти в бомбочки и точно так же отыграть. Вот, посмотрите, что произошло сейчас с платформой. Она начала подвисать, вот, потому что я сижу, мы с вами сидим уже больше часа, и вот в онлайне это очень важно. Если что-то не подгрузилось, вот эти картинки, вот что они такие кривые, мы можем с вами обновить упражнение. Каким образом? Вот сюда нажать бомбс, еще раз на него нажать. И оно опять все равно, видите, не отрабатывает нам, ну, нехорошо делает, ну, видите, некрасиво. Что нужно сделать? Второй момент, если это не помогло. Можете еще раз нажать, давайте еще раз попробуем. Если и это не помогло, вот, одной картинке помогло, другой нет. Вы обновляете саму платформу. Вот таким образом, да? О, все-таки встала. Ну, вот если бы не встала, да? Хоп, вы нажали обновление всей платформы через эту стрелочку. И дальше вы идете снова в кланзи и в то упражнение, на которое мы с вами сели. Бомбс. Обычно после этого все загружается корректно. То есть это зависит от того, что компьютер, может быть, уже устал, может быть, интернет подвис в этот момент. Если вы работаете через Wi-Fi, очень важно садиться ближе к Wi-Fi. Это уже такие технические, я вам рассказываю, моменты важные. Если вы работаете через Wi-Fi, садите поближе. Если есть возможность работать через шнур, лучше, через шнур интернетовский, лучше с ним работайте, потому что это более стабильное соединение, и вы избежите всяких вот этих... Вот решение работать через шнур пришло уже к июню, Юля, не поверите. Я сейчас только через шнур. Вот, и обязательно эти советы давайте, конечно же, ученикам, они тоже самое им подходят. Вот, если же все-таки нет возможности работать через шнур, и родители целый день сидели за компьютером, качали какие-то фильмы или что-то, обновите, пусть родители обновят перед уроком компьютер, просто его перезагрузят, и если вы знаете, что скорость тоже нет, можно роутер перезагрузить, это тоже помогает скорость увеличить. Ну, любая перезагрузка, она во всей технике помогает, так что чуть что не работает, перед уроком перезагрузитесь, чтобы уж наверняка. Вот, то есть это как раз технические моменты мы с вами тоже обговорили. В общем, через бомбочки понятно, да, тоже можно отработать ту же самую лексику, дети открывают, сочиняют предложение, если они увидели бомбу, то есть им не повезло, у нас есть даже озвучка, кто не боится. Здесь ваша задача вовремя нажать эту бомбочку, да, для того, чтобы, ну, эффект, да, был, если кто хочет использовать. Так вот, если встретил бомбу, не заработал бомб, да, здесь мы открываем поинты, и каждый сам за себя, или через кому, ну, здесь каждый сам за себя все-таки мало карточек, вот, три, в каждой коллекции из десяти карточек есть три бомбы, то есть кому-то три раза не повезет, вот, а кому-то повезет, и если он сочинил предложение хорошее, все-все хорошо, значит, вы даете ему поинт, и дальше считаете поинты, кто выиграл, кто-то молодец. Дальше Ботгейм, у нас тоже есть игра Бродилка, но она создана, посмотрите, лишь для одной коллекции есть, в принципе, вы можете Ботгейм создать точно так же, по наглядности Кламзи, взять наглядность Кламзи, единственное, что, да, там будет всего лишь 10 картинок в каждом уроке у нас, в каждой истории, поэтому будет не хватать, видите, здесь побольше картинок, видите, раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять, десять, ну, будет короткий такой Ботгейм, не знаю, если хотите, можете сами сделать, главное вам взять вот эти вот игровые картинки, да, Вологи, вот это вот и финиш, в принципе, старт вам не нужен. Еле, а там нельзя картинки взять из двух историй, например? Конечно, это вообще ваша фантазия, конечно, смотрите, давайте сделаем это, это важно, это хорошее упражнение, оно пригодится вот в любом, давайте составим свою игру, да, вот вы хотите, ее сейчас нету, видите, я создала только для вот местоимений, если вы хотите свою игру, вот мы берем плюсик, нажимаем, опять мне давайте наши Кламзи любимые сегодня, на next, говорим, что у нас будет, обязательно нам нужны для этой игры финиш, естественно, нам нужны вот эти вот поля, для того, чтобы было интереснее, правильно? Вот, финиш у нас пойдет в конец, в самый, а дальше, так, давай, 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 а дальше нам нужно с вами взять набор картинок, которые вы хотите, вы можете, то есть в папке Ботки, вот в которой мы сейчас сидим с вами, мы уже выбрали все, что хотели, дальше нам нужно пойти и взять другие картинки, да, где мы их возьмем? Мы поднимемся выше, все устроено как в компьютере, то есть мы идем выше, где же лежит папка Ботки и Кламзи? Она лежит в папке Кламзи ингрессии, что мы нажали на нее и увидели все-все-все папочки, из чего состоит этот курс, вот, все они здесь, можете заглянуть, посмотреть, что там внутри, ага, есть что-то есть, в общем, полазить, но на самом деле вам нужны картинки из, для того, чтобы взять картинки для, из наглядности, из этого, из диктанта, из нашего, да, то есть что вы делаете? Вы знаете, сто процентов, что в control lesson, да, у нас обязательно, потому что, ну, для контрольной вам, или в dictation сто процентов есть наборы наши, да, вот они, вот мы заходим в папку из первой истории, мы берем middle, вот это, вот это, вот это, дальше я опять иду в папочку, поднимаюсь выше в dictation, возьмем из вот этой истории что-то, окей, поднялись в папку выше, возьмем из этой истории что-то, допустим, нужно только понимать, у нас 18 картинок, да, 6 мы делаем на 3, так что 8, в общем, нужное количество картинок вы набрали, и дальше вам нужно всего лишь поставить finish в конце, да, вот, finish у вас будет в конце, так иди сюда, да, вот, и вот эти размежевать, как вам, вот, да, на ваше усмотрение, вот, go back, go ahead, так, и lose your turn куда-нибудь сюда, все, мы создали с вами игру, идем на save, и посмотрим, что у нас получилось, можете через блокгейминг в эту игру, а ну, вот, мы не добрали, да, 21 получается, да, 21 картинку можно для одного, для одной игры сделать, чтобы она была полноценной, и дети не должны будут скроллить, то есть у них вот так 3 на 7, мы так придумали, так удобно, и как мы работаем в эту игру, через, конечно же, через dice, вот, они кидают dice, прежде вы должны каждому ребенку присвоить какой-то символ, можете продемонстрировать, можете просто сказать, там, I have a heart, star, circle, snowflake, what do you like, если они не понимают, можете в первый раз, когда они играют, можете показать все эти символы, да, вот таким образом продемонстрировать, какие символы есть, вот, и закрепить за каждым ребенком этот символ, да, вот Алексей будет, естественно, один и тот же символ, всем должны быть разными, дальше они кидают и идут, hold the dice, дальше, сколько там выпало, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, okay, и так далее, и, а, они даже, да, вот, это кто кинул, например, это Тима, то есть Тима ставит сюда свой символ, он кликает, да, на сердечко, вот, то есть каждый ребенок за себя может играть в эту игру, и все, кто до финиша добрался, кто-то молодец, кто-то первый, дальше, ботгейм, а, домино, домино тоже, я не буду останавливаться, у нас есть прекрасное видео, как играет Наталья Гаврик, играет прекрасно в эту игру, она ее, собственно, и придумала, в смысле, ее осуществила на клан, на этом уровне, и поэтому она, там даже ролик, как она играет со своей ученицей, так что я не буду на этом останавливаться, ваша главная задача, знать, как учителю, допустим, вы поставили какое-то слово, да, дети неправильно поставили это слово, по ошибке, вы можете вернуть эту карту нажатием на эту, вот карта, вот, южил, неправильно стоит, вы на нее нажимаете, и она возвращается тому ученику, у которого она была, то есть тому ученику, кто неверно поставил, посмотрите, это упражнение, домино, оно очень особенное, и оно иногда вот долго подгружается, если не получается, просто несколько раз нажмите на домино. У нас эта игра называется Colorful Words. Почему я так сделала, Наталья, потому что здесь же есть еще и домино у нас, ну, принцип домино, и поэтому я оставила название, просто если я назову Colorful Words, тогда придется говорить, что это домино тоже, вот, и причем, да, есть идея, есть идея, что добавить, у нас есть ученицы, которые хотят добавить с картинками вот эту же игру, домино, сделать с картинками тоже, чтобы интереснее было, где-то слова, где-то картинки, чтобы так, вот, поэтому пока оставим так, и вот, да, вот эта Colorful Words, она, я его, кстати, и внесла даже в методичку, так что вы можете уже посмотреть, и смотрите, еще один момент, почему оно странное, вот в этом как раз упражнении дети каждый видит свое, они видят главное поле, вот это вот, а картинки, которые раздала им платформа, это им система раздала, это я им раздала, это как повезет, да, то есть у каждого, давайте я вам покажу, это важно, у каждого, посмотрим, что у Тимы, вот Тимина, видите, у Тимы свой набор карточек. Вот здесь вот важно не делиться экраном, да, чтобы другие не видели. Да, да, естественно, потому что, а тогда игры не получится, у всех будет вот эти пять карточек, каждому система раздает по пять карточек разных, вот банк у нас, или магазин, или маркет, как вы называете, вот эти 20 карточек оставшихся. И сейчас обратно я вернусь, то есть у Тимы вот такой набор карточек, а у Евы свой набор карточек, а у меня, как у учителя, свой набор карточек, и мы их вот на стол, как бы, если бы мы играли в офлайн, вот этот вот верхняя часть, это стол, который мы соединяем, где мы работаем. Если нет нужной карточки, идем и в маркеты забираем себе одну карточку, если опять не повезло, переход кода. В общем, как в домино, кто играет, в риде у нас вот такой есть, по такому же принципу. Дальше уже мы подходим более-менее к концу. Значит, differences сюда я внесла, в принципе, для разнообразия, бывает очень много времени остается, просто на каждый урок по одной карточке можно написать, просто из интернета взяла, чтобы детям, как warming up такой, да, просто начинать с этого, сказали what the difference, и потом пошли уже в тече сбоку и пошли поработать, всегда остается время, детям всегда очень нравится вот эта игра, да, кто больше увидит разницу, кто быстрее найдет. Вот, за это я даю им баллы, и, конечно же, они все стараются. Кроме того, оно так и называется differences pictures, здесь же есть и картинки, да, просто картинки, вы можете, summary я уже говорила, что здесь есть, и есть картинки, которые из тече сбоку, то есть здесь вы просто демонстрируете картинку, что вы можете с ней сделать. Вы можете показать на что-то, да, вы можете ее спрятать, сказать, например, детям в детективах, как мы играем, да, то есть запомнить, где что, где кто и какого цвета, а потом хоп, и спрятать эту страничку, и дети должны по памяти вспомнить, там, where's the bear, how many fish и так далее, what color are they, и зарабатывать таким образом баллы. Если дети затрудняются, я вот этой шторкой, я ее не тотально закрываю, я ей постоянно мигаю, таким образом дети сидят и ждут, когда же я им снова покажу, чтобы посмотреть. Кто знает, куда смотреть, в какой угол, тот успеет посмотреть и скажет ответ верный. Вот, то есть вот эта шторка тоже классная вещь. Тик-так-то мы играем, вы можете играть просто, сами знаете, какая классная игра. Единственное, что пока с картинками ее невозможно, только со словами. Сами составляете коллекции, здесь, посмотрите, очень много есть уже, в книге для учителя, но и свои я тоже составляю, причем мне очень нравится играть с пятью именно, потому что с тремя, дети, знаете, они уже большие довольно, они почти что никогда никто не выигрывает, да, поэтому с пятью очень часто, я даже сама проигрываю, что-нибудь задумалась куда-нибудь туда, поэтому с пятью мне больше нравится. Я вот пять слов, а то есть дети должны четыре символа поставить в линии, да, либо так они поставят, вот, либо так, главное, чтобы было четыре, пять, потому что невозможно. Юля, а тут только кружочки, крестиков нету, как крестик играть? Нет, нет, это автоматически, да, вот сейчас я поставлю, допустим, Тима работает своим знаком. А где вы выбираете знак? Сейчас, сейчас, сейчас. Я не выбираю его, подождите, я сейчас остановлю, а вот видите, я поставила, я сейчас сходила к Тиме на страницу, вы этого не видели, поставила с него. Автоматически система знает, что это крестики-нолики, и вы играете, ну вот единственное, что это парная игра, да, или же вы делаете команды, если это большая группа, и система не знает, у кого, кто имеет право поставить, то есть она знает, что кто-то один поставит нолик, кто-то другой поставит крестик. Все остальные дети, если вы работаете в большой группе, они не смогут ничего поставить, они будут кликать, и будет пустое поле просто. То есть нужно понять, у кого есть право ставить вот эти, если вы работаете в большой группе, вот, у кого есть право поставите этот знак вот здесь ничего не надо это автоматически дальше сами составляем коллекции здесь опять же давайте сходим быстренько вам продемонстрирую здесь ой самое сложное вам сделано мамами это я уже сделала сейчас секунду давайте другую покажу вам какую-нибудь вот давайте сходим сюда через видите через запятую 5 слов я набрала сделала перенос через запятую очень просто сделать свою коллекцию на любую на любую тему используйте вот это не хотим убирать так всем нравится вот этот вот был у вас такой на на гривень да то есть мы можем отрабатывать здесь ищи прошедшее будущее что же делал к вам зили там кто-то из героев вот это обычный дисгейм в прячете сердечко вы вначале можете прочитать если вдруг у затруднений не было и дальше идет уже отгадывание вот вылки до например да а вылхи гау то же ривен на улхи гау своими классно очень детям нравится сами можете составлять свои давайте посмотрим как тоже через решетку в общем я просто вас приучаю к тому чтобы вы сами добавляли что-то да вот здесь собственно просто мы берем и вносим да опять же звездочки подсказывают детям сколько здесь будет буковок должно быть букв в том слове которое мы вставляем дальше ask ask a question можно сделать обычным способом то есть дети сами решают какой вопрос и кому они задают просто написано уже эти вопросы а можно сделать его как экзамен но времени не хватило поэтому вы сами может создать а спешим тю я сделала вот эти вот как раз да как повезет вот вот этот вопрос и кому-то и какой откроешь так вот здесь вот не на выбор а как повезет какой достанется вопрос доставить свои карты вы можете я как уже сказала будет ссылка как сделать карты потом давайте уже tell a story оставлю на диплом отдельно tell a story тоже это новая вещь которую мне кажется для кланзи просто развивать речь свою шикарно я пробовала девочка которая на кланзи не работает просто показала и картинки она должна была составить историю вы просто вот она видит лесу эту белку вот эта белка вот ее подружка да и они эти 10 картинок соединять в какую-то историю вот но это конечно же уровень такой честно говоря да кто может с картинками как-то объединить 10 картинок свою историю да или там из кланзи как хотите вы можете сами сделать эту коллекцию я сделала одну вот вы можете сами набрать ее точно так же как я вас уже учила да будем показывать мне кажется уже понятно как понятно чек апдекшн мы с вами обговорили будет видео в смысле не будет видео вы посмотрите в группе и муни последние что я вам покажу муни это тоже игра на дополнительная она тоже очень классная дети ее обожают потому что там такой монстр сейчас покажу есть на опять же матч мэри и на доз да на отработку коллекции уже готовы по кланзи мы не делали коллекции здесь но мне кажется тоже так так кропотливый такой такой труд много где можно отработать саму лексику поэтому это пусть оставляется как дополнительная играть в эту игру увлекательно потому что дети могут наткнуться вот на такого моника которого тоже можно озвучить сейчас покажу то есть точно так же открываем сочиняем предложение и если вдруг попался муни мы его озвучиваем вот таким образом и естественно это плохой поинт то есть в этом случае мы детям хорошие поинты не засчитываем но вот несчастные вот эти поинты как раз вот для этой игры нужен вот этот вот палец да и дети у кого будет больше этих муников тот и проиграл то есть здесь наоборот да не больше лучше а наоборот больше хуже получается в общем такой вот вариант игры на отработку не менее матч и и в конце я вам покажу вот такую вещь как not only for christmas это почему такое название здесь дополнительные игры вот подходит у нас пасха мы идем сюда сделаем какие-то пасхальные да красивые открытки которые можно опубликовать маме на день рождения делать что-то своему другу потому что все эти картинки же сохраняться если подходит хэллоуин у нас тоже на гэллоуин тоже есть да какие-то открытки сделать если у нас есть christmas мы на christmas и ем или елку наряжаем или открытки делаем или вот я очень хочу показать вам какие мы двери делали прекрасные тоже дополнительная лексика составляли дети прям очень любят этом этом давай грузись вот делали двери украшали вот но кроме того это праздничное праздничное упражнение и поэтому в этом праздничном у нас есть и диплом вот посмотрите я его загрузила буквально вчера вот у нас есть диплом на кланте на крыси отдельно вот то есть ребенок сца давайте уберем это забыла видите если галочку не уберешь нужно уже будет смешно детям будут наряжать свой диплом то есть ваша задача единственная в подготовке этого диплома набрать имя вашего ученика и ваши собственно и дату для того чтобы можно было как аппликацию сделать этот диплом я вам покажу что я сделала и вы по моему подобию сделайте свою коллекцию смотрите да вот я набрала имя своего своей ученицы вот это ребенку можно позволить детям очень нравится они сами там вот поставить да 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 вот тем более что здесь все на русский никаких сложностей не будет и они смогут опубликовать это на стенку похвалиться что я закончил курс и еще и и вконтакт может опубликовать да сохранить себе и помогать мама похвалится вот у меня ребенок класса закончен онлайн может похвалить этом и как составить вот это вот как сделать да мы смотрим опять же через решетку то есть вы создаете новую коллекцию через решетку и выбираете каким цветом хотите шрифт какой хотите и советую нас вот выбрать какой-то поменьше вот вот этот вот последний шрифт он такой маленький просто мне не получается к сожалению сделать имя ученика отдельно большими а наши поменьше поэтому по шрифту вот видите я подобрала вот этот комик он такой покрупнее а себя я выбрала немножко поменьше шрифт вот таким образом составляете диплом давайте я покажу как я заканчиваю урок как раздают стикерсу это важно да это важно смотрите если вы не работаете через демонстрацию то есть дети сами каждый в тот момент когда подходит конец урока каждый вот в этот момент когда вы сейчас ну что вы сейчас видите дети в этот момент видеть стикеры они не видят у них нет моей папки да они видят мои стикеры поэтому без зрения совести вы идете в папку стикерс стикерс она находится quick links вы идете в папку стикерс до этого если у вас есть время на рассуждение что нравится ребенку что не нравится вы спрашиваете what do you want to be и идете в наше колесико шестеренку и здесь из огромного количества коллекций на разные темы вы уже детей своих знаете наверняка и говорить о воде want to be i have cars i have там princess what do you like what do you want он говорит например can i have princesses значит вы берете эту коллекцию выбирайте после этого это очень важно после этого вы должны нажать на home то есть как бы эти эти стикеры они как бы вот хоп загрузились но это я так себе придумала обязательно нажать на home после этого и только после этого вы идете вот в наши бантики человечки идете сейчас я хочу дать тиме я иду в стрелочку к тиме я попадаю на его страницу чтобы дать новый стикер я нажимаю плюс и тима видит тот набор картинок которые я сейчас сейчас они подгрузится уже просто компьютер у меня тоже устал он видит это тема бы не выделил на принцесс но тем менее и он говорит да я он это он сделал я вижу вот эту красную рамку и я иду вниз и говорю сейв в этот момент дети смотрят свои стикеры они могут пойти проголосовать в этот момент вы видели страницу ученика после этого я иду к алексу у нас не ела у нас уже алекс там мы идем к алексу и алексу тоже даем стикеры если алекс хочет другие стикеры да я опять же иду в холм я иду в стикерс иду в шестеренку и меняю на другую коллекцию он хочет сегодня там брал стартами то я иду в холм опять же потом иду к нашему алексею и алексей выбирает стикер себе и говорит сей на этом наш урок заканчивается да когда они будут я говорю детям там вай-бай и все такое и end lesson я могу нажать даже после да когда они уже повесили трубку вот потому что они мало ли может они там еще сидят и себя там но на самом деле когда дети не онлайн смысле не с не с вами на уроке они могут давать я нажму уже нажму вот после того как я нажала end lesson это отразилось в дневничке в каком дневничке еще раз давайте напоследок покажу страницу ученика то есть вы закончили урок что видит наш тима тима видит вот такую вот тима видит свои стикеры он может пойти если ему хочется проголосовать за какие-то работы увидеть свои посты его мама может зайти посмотреть да ну то есть когда уже уже вы запомните она может увидеть ага у нас был урок сегодня и она может увидеть его прогресс если вы его запомнили если вы его не заполняете то можете не только вот я не пойму почему этот урок у нас пока не отразился может быть надо обновить страницу давайте я обновлю страницу почему-то я не увидела наш сегодняшний урок стены пять секунд еще наталья буквально не самой просто стало интересно почему этот урок не а вот он отразился все окей 14 июня вот он нашего наш с вами урок для того чтобы он был с со всеми данными да то есть не просто отразилась дата вы можете пойти в мастью студенц и вот здесь к моему тиме учеников стрелочку я пойду и сделаю и скажу что сегодня иду в карандашик что сегодня у нас был курс в классе ингресси сегодня мы прошли такой-то юнит сейф да и точно также прогресс если бы я хотела что-то добавить я иду в карандашик и добавляю информацию по каждому уровню еще раз обращаю ваше внимание на вот эти вот вкладочки значит мой профиль здесь что вы можете сделать поменять свой пароль увидеть свои все что вы оплачивали когда-либо в my students вы регистрируете учеников если забыл ученик как его пароль вы можете зайти всегда в карандашик и посмотреть ага вот его пароль вот его логин очень важно как набирают дети логин пароль потому что даже если они набрали с маленькой буквы пропуск какой-то лишний все уже они не смогут уроки ваши личные уроки сколько вы проходили мы пенс это где мы оплачиваем да и чечки а здесь отдельный чечки посоль вот здесь и логаут вам нужно сделать будет если вы что-то что-то не так столь формы что-то какие-то сделайте логаут логин это тоже как обновление тоже помогает вот такие вещи я вам подсказала постоянно меняется платформа обещаю что за лето я сделаю классным клан с ингрессии уже с новинками и с нашими экстра играми раскрашу слова под двухцветный вариант под двух методов двух ручек вот и собственно наталья наверное уже даже готова сказать до свидания если есть вопросы хорошо спасибо большое мы в общий чат пришлем всем ссылочку на группу да можно же нам всем обязательно в группу и вы там сможете посмотреть дополнительные видео вот ну и вопросы всегда можете задавать мне в личной вконтакте можете сдавать потом если кто состоит у нас у нас есть в чатах тоже в телеграме у нас есть чат ну и даже в группе в самой тоже под постами под кламзе просто не тоже можете задавать вопросы делиться своими идеями тоже есть такое обсуждение идеи как подключить кламзе если до этого не было в списке этого уровня не было а у кого нету вы просто мне напишите я вам его открою потому что в принципе я открываю все кто мещерякова проходит я автоматически открываю но у кого может быть такое случилось что я это не сделала просто мне напишите я это сделаю напишите мне вконтакте я сейчас сделаю эту ссылку в чат брошу можете да бросить ссылку в чат или я просто в телеграме да еще раз продублируем окей отлично я тогда я делаю стоп демонстрации и поделюсь всем что я хотела поделиться договорились это я могу вы меня будете ждать я просто сейчас вот наша группа это группа вконтакте я вам даю еще отдельно прямо видео по кламзе ссылку чтобы там не долго там не искали правда у нас есть видео именно по кламзе набор видео для кламзе вам говорят большое спасибо за платформу получили огромное удовольствие двух с половиной месяцев работ creme тоже большое удовольствие получили от того что все удобно лично очень надо мы старались да вот именно было сложности именно с большими группами но вот даже демонстрация храна вот наталья честно вот когда кто-то работала тут наталью юлев и панча сказала я говорила юля нет нет платформа за нельзя использовать но когда я был я понятия юля помоги бы вводить ему который работает потому что я не знаю как через с демонстрацией, в итоге вот не было бы счастья, да несчастье помогло, вот так вот сориентировались все с помощью друг друга, помогали друг другу, так что... Да, и родителям очень понравилась платформа, все четко, понятно, как что, куда детям идти, что делать, поэтому спасибо. Отлично. Я очень рада была нашей встрече, остаемся на связи. Хорошо, спасибо вам большое, тогда мы закругляемся, дорогие коллеги. Я хочу сказать, спасибо за просмотр!